И всем привет, ребят! С вами Сторваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик будет посвящен новой, ну, для кого-то уже, конечно, не особо новой, но новой пушке Тесла. Сегодня поговорим о том, что она уже завтра появляется у нас в общем доступе за кристаллы. Если ничего не меняется, я думаю, что не меняется. Также вместе с ней выходит Тесла XT и выходят новые замечательные, а может и не очень, устройства на эту замечательную пушку Тесла. Скатаем пару боев, обсудим все эти моментики. И видосик выходит еще до полноценного анонса Теслы и выхода. Да, был у нас только обзорчик небольшой, да, и как бы краткий анонс всего этого в видеоблоге. Но я думаю, что есть определенные моменты, которые нужно вместе с вами обсудить и чуть-чуть больше поговорить уже о устройствах. Их будет безумно большое количество. Все возможные устройства с заморозками, с защитой, с всякими эмми там, супер... Ну, короче, весь дефолт, да, плюс еще интересное устройство на Теслу с ускорениями и замедлениями шариков, которые будут зависеть от каких-то дополнительных факторов, плюс это будет, ну, что-то определенно необычное для новой пушки. Я хоть и на ней особо большое количество времени не играл, но для себя понимаю, что даже из тех новых устройств может быть какая-нибудь лютейшая имбища, да. Не акцентируя внимание именно на какой-то там эмми, да, пробитии и прочем, а вот именно все, что будет связано с шариком, с расстоянием, с количеством дэмэджа, зависящим от запуска шара и через шар накидывания урона, это все может быть очень интересно. И одно из подобных устройств, я думаю, что будет нагибаторским. Но, понятное дело, что это только если, как бы, обсуждать с точки зрения того, что у вас есть пушка, есть ультраконтейнеры, есть возможность выбивания этих всех замечательных предметов, но если рассматривать с другой стороны, то, понятное дело, что как только у нас появляется пушка за кристаллы, она должна быть уже в пятницу у нас в игре, то вместе с ней после выхода устройств, и, понятное дело, что там, ну, пройдет, может, неделя, может, две, пушка подвергнется нерфу. И, наверное, ну, для кого-то это, может быть, там, будет какой-то определенной новостью, кто-то будет этого не ожидать, но я с уверенностью могу сказать, что как только у нас в каждом бою будет 5 и больше тесел за каждую из команд, сразу узнаете, что после такого сразу, совсем скоро, будет нерф этой замечательной пушки. Это дефолт, как только у нас где-то процентов 50-60 уже игроков будет приобретать эту пушку, ее сразу занерфят, отлично понимая, что она будет дисбалансить, и ее нужно будет приводить в общий баланс. Ну, а после того, как ее приведут в общий баланс, либо ее занерфят настолько жестко, что она вообще не будет ничего дамажить, не будет нагибать, при том, что я уверен, что еще и количество резистов от нее будет тоже безумно большое, да, если сейчас у нас в матчмейкинге крайне редко встречаются резисты от этой пушки, и вообще этой пушкой также там владеет небольшое количество игроков, то после того, как она выйдет за кристаллы, резистов и самих этих пушек, я думаю, что будет очень и очень много, да, у тех ребят, у которых есть кристаллы, у которых есть возможность, это отличная возможность, где-то неделю, может даже две, с небольшим, ну, может даже и месяц какой-то, я не знаю, когда они будут нерфить, все зависит от количества покупок, есть возможность понагибать на ней, потому что она даже по резисту будет наносить очень хороший дэмэдж, и учитывая тот факт, что в определенные, да, моменты, например, вот как я сейчас записываю видеоролик, да, днем, игроков с этой Теслой много не будет, я вот уверен на 100%, их не будет, но в те временные периоды, когда уже в игру заходят игроки, которые сами играют получше, и у которых возможности есть тоже неплохие, да, ближе к вечеру, как у нас всегда происходит, то там я уже думаю, что количество Теслой будет большое, и резистов от нее, соответственно, тоже, но это не отменяет того факта, что если у вас есть кристаллы, и у вас есть возможность приобретения быстро этой Теслы, то у вас будет также шанс очень неплохо поформить кристаллы, как, в принципе, и у меня, но сколько ты сможешь на ней нагибать, какой долгий период времени, этого я уже не могу сказать, но то, что нерв будет, я уверен на 100%, возможно, сначала он будет не такой сильный, потом его сделают еще больше, потом еще больше, а возможно, сразу очень жестко занерфят, что использовать и играть уже не будет особо никакого смысла на этой пушке. На данный период времени, конечно, она находится в идеальнейшем, лучшем, жестком и, наверное, даже доминирующем в какой-то степени балансе, да, потому что, если сравнивать с любой другой пушкой, она точно будет превосходить ее, за счет того, что у вас, во-первых, бесконечный баланс, во-вторых, у вас есть возможность сразу дамага нескольких танков, плюс есть еще очень жесткий шарик, от которого тоже можно, вот, например, в таких моментах играть, да, то есть возможности реализации этой пушки есть большое количество, то, понятное дело, что я и сам, играя недолго на ней, многого чего не видел, не знаю и, может, где-то даже не особо пользуюсь тем, как можно реализовывать там и те же шарики и как можно ловить тайминги с большим количеством игроков в одной точке и там как-то четко прожимать овердрайва, плюс не использую на видосах практически никогда те именно корпуса, на которых лучше всего играть на этой Тесле, я считаю, что тот же Харек, это, наверное, лучший корпус для данной пушки, плюс, если, например, играть с тем же Кризисом, то у вас будет тоже возможность наносить на постоянной основе очень большое количество дэмэджа, то есть вариаций и возможностей реализации этой пушки очень и очень много, и уверен в том, что как только она выйдет за кристаллы, что я, что вы, все те, кто будет ее покупать, смогут это все дело проконтролировать, протестить, может даже где-то кайфануть и понагибать. Что касаемо устройств, я уже сказал, что как бы это все будет за донат 100%, плюс там выходит это Тесла XT, да, я как бы, ну, понятное дело, что вы знаете, как я отношусь к этим XT скинам, для меня это вообще полный бред, и акцентировать на это внимание нет смысла, но что касаемо устройств, да, это очередная формилка доната, да, и, ну, у нас все уже, все, все, вот любое, что новое выходит, это там, либо быстрый доступ, да, то есть и возможность приобретения только из ультраконтейнеров, а что касаемо устройств, так вообще это только дефолтные ультраконты и все. Плюс, я думаю, что скорее всего, если у нас выходит ультраконтейнеры с новыми устройствами, выходит Тесла за кристаллы, то и ко всему прочему у нас появится очень большое количество супермиссий, за которые эти ультраконтейнеры тоже можно будет заформить. Если мне память не изменяет, именно десяточку было в прошлый раз, я думаю, что и в этот раз около десяти ультраконтейнеров точно должны насыпать, я бы вообще на их месте бы и сделал бы даже больше. Все-таки, я думаю, что у каждого есть желание выбить какое-нибудь устройство, если еще и будет эта пушка, то, ну, это роляющая тема. Многие ребята также говорят о том, что Тесла не выйдет с устройствами на эту пушку, то есть она не выйдет в общий доступ, она не выйдет за кристаллы. Я с этим полностью не согласен и даже до полноценного анонса на форуме могу сказать, что если вдруг не выйдет сама пушка Тесла, а выйдут только новые устройства на нее в ультраконтейнерах, то это полностью невыгодная тема для разработчиков игры. Большинство не будет приобретать эту пушку, не будет стараться ее выбивать, если ее не будет за кристалл. Соответственно, с точки зрения, ну, какой-то экономической политики, да, и мысли о том, как можно нормально оформить денег, то это крайне невыгодный метод, и если Теслу не вводят завтра за кристаллы, то здесь я могу сказать, что либо разработчики особо сильно не понимают, что нужно делать, да, если они, ну, как бы все это дело хотят заформить. Либо же у них есть какой-то определенный план, которого я, ну, вообще не понимаю, но здесь 100%, да, я уверен в том, что Тесла за кри должна появляться, даже при том, что многие ребята говорят мне о том, что, ну, ее не будет, ее не будет закрыть. Я уверен, что она будет, она должна появиться, и чтобы у каждого из вас была возможность сразу ее приобрести, и потом уже забайтить на покупку непосредственно устройств, покупки сначала ультраконтейнеров, потом выбить устройств на эту замечательную пушку. Наверное, ну, по тем моментам, которые я хотел обсудить, я прошелся, да, мне вот интересно, что вы думаете по этому поводу. Понятное дело, что я, как бы, рассказываю, что вот, круто, там, все появляется, устройство, и, типа, да, в очередной раз хейтить донат, и хейтить, то, что все это за донат и говорить, что, ну, это шляпа усатая, ну, как бы, я думаю, что этого даже уже не стоит делать. Вы и так знаете мою позицию по этому всему поводу, да, и шанс того, что, например, с бесплатных ультраконтейнеров что-то дропнет, он реально мал, но, понятное дело, что ее, как бы, надеяться на это, но особо сильно не стоит. Я думаю, что я какие-то определенные устройства на эту пушку затестирую, надеюсь, что мне выдадут, и у меня будет возможность, ну, хотя бы для того, чтобы те ребята, у которых, например, выпадут устройства, или которые будут, там, покупать специальные ультраконтейнеры, у которых есть возможность, и все это дело тестить, играть, чтобы они тоже, как бы, понимали, ну, и для себя тоже понять, там, что нагибает, что не нагибает, что лучше использовать, что не использовать. В дальнейшем, возможно, ну, будет возможность также приобретения всего этого дела, и поэтому я думаю, что тест имеет смысл, хоть, и это все, в очередной раз повторюсь, донатная тема, но я отлично для себя понимаю, что есть все-таки шанс, есть шанс того, что оно может дропнуть, даже мне, даже вам, тем, да, есть большое количество людей, которые даже сейчас уже катают на Теслах, которые выбивали с ультраконтейнеров, которые были у них за обычные миссии, да, то есть без какого-то дополнительного вложения, поэтому здесь также самое, есть шанс выбить его устройство, при том, что те устройства, которые являются, там, с поджогами, заморозками, эмми, пробитиями, и вот этой вот всей темой, они не будут какими-то уникальными, они не будут никакими нагибаторскими, я вот в этом уверен на 100%, а вот что касаемо, я даже не особо понимаю, как может это работать, да, как может работать поджог, как может работать заморозка, эмми, с такой пушкой, которая на постоянной основе наносит урон, я не знаю, что они там придумали, да, может там как-то через шар, может сам шар будет давать, там, если именно шаром попасть, или, ну, я не знаю, как это будет работать, то есть для меня непонятно вообще, абсолютно, но, что касаемо тех устройств, которые будут давать повышенный, например, урон через шар, либо шар будет дамажить большое количество, да, то есть там есть много всяких интересных устройств, вот именно связанными с дэмэджами и с развитиями разных степеней урона на этой пушке, вот это уже интересное устройство, которое, как по мне, в первую очередь и нужно тестировать, и нужно рассматривать, даже вот так вот просто играя в матчмейкинге можно давать на этой пушке по 40 киллов, просто по 40 киллов, да, понятное дело, что сейчас еще ее нету у большого количества игроков, но я уверен, что даже после того, как она выйдет за кристаллы в первое время, также каждый из вас сможет делать эти киллы, и если у вас есть кристаллы, я бы вам посоветовал бы ее выкачать и сразу покайфануть на этой пушке, понятное дело, что если у вас их нету, или у вас их не такое большое количество нету выкачанного супер гаража, то, наверное, это не совсем целесообразно делать, но для тех ребят, у которых все есть, я думаю, что это отличный вариант плюсануть неплохие кристаллы, ну и получить удовольствие от этой пушки, которая будет в первое время показывать очень жесткий результат. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Теслы, по поводу новых устройств, если у вас есть какие-то интересные мысли, то я бы хотел даже все это дело увидеть от вас в комментариях, может какие-то вопросы у вас есть тоже, все это дело пишите, поддерживайте видеоролик лайками, если он вам понравился, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!